МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот у нас три тези о Фейербайхе глубоко изучены, как я понимаю. И мы, исходя не из любви к Фейербайху или к Марксу, а исходя из любви к науке, к тому, чтобы понятия у нас были совершенно четкие и глубокие, которые используются. Вот мы подходим тоже к очень интересному вопросу, к вопросу о религии, о религиозном самоотчуждении, о понимании происходения религии, связанной религии с земными делами. Что порождает, так сказать, то ли Бог породил эти наши земные приключения, то ли земные приключения породили Бога и так далее. Почему похоже так, вот, Мария, почему так похоже на мать земную? Вот, причем сейчас, когда инопланетян показывают, обязательно какие-нибудь рожки приделывают, еще что-нибудь, цвет зеленый такой ужасный. А вот посмотрите на иконах, там очень все похожи на людей. А почему? Потому что там они преподобные, да, кому? Ну, вроде бы как Богу преподобные, да? А если два треугольника подобные, значит, и обратно подобие есть, правильно? Так, сочин, кто кому подобен? Бог подобен людям или люди подобны Богу? Это вопрос, так сказать, встает. Ну, вот на него, я так понимаю, Маркс тут в этом тейсе отвечает, и нам тут есть возможность, тем более, что, ну, для культурологов это такой очень важный вопрос о понимании религии. Я, правда, так сказать, редко видел, что кто-нибудь даже формулировал, что такое религия. У нас была лаборантка, которая писала диссертацию на эту тему. Вот я как-то ее спрашиваю, что это такое? Он говорит, ну, сначала она не могла сказать. Поскольку она этим специально занимается, недосуг было как-то выяснить, что это такое вообще. Но у меня будет к вам просьба потом подойти и записать себя. Ладно? Ну, она потом подумала, говорит, это вот фантастическое отображение вот того мира, в котором мы живем. То есть, это как бы наш земной мир, но пересаженный туда, наверх. Вот. И с этим связано такое вот близость и понимание такого. Вот, допустим, преподобный Михаил, если есть у нас преподобный, а я тоже Михаил, то я ему тоже подобен, и он мне подобен. Вот это два подобных, получается. Вот это интересное и важное понимание. Да, пожалуйста, себя запишите, пожалуйста, пришедшие. Таким образом, значит, наша задача какая? Вот разобрать этот тезис четвертый. Ну, разобрать по содержанию. То есть, там, понятно, прочитать, но все прочитали, да? Вот. Пересказывать его не надо. Вот как вы его понимаете, как вы к этому относитесь, какие у вас по этому поводу соображения. По этому поводу, я думаю, но все-таки по поводу того, как связаны, так сказать, мир религиозный и земная основа, и мир земной. Вот насколько, так сказать, вы согласны. А он же здесь даже не только это формулирует, это все у Фейербаха. А у Маркса речь идет о том, что это мало, то, что вот он там связан. Ну, это не в этом дело, что, дескать, вот вторая часть, что надо еще, да, революционизировать и саму земную основу, причем и семью. И это вот как-то трактовали, кто влез, кто подорова, а что значит революционизировать семью. Я думаю, это очень актуально, потому что мы, как бы, ну, если бы у нас сейчас был социализм, то вроде бы как это дела давно минувших дней. Так сказать, революционизированы. После того, как у нас снова в России уцарился капиталистический строй, то, в общем, уцарилась и старая семья. В чем ее характеристика, этой старой семьи, и что вот характерно, и что тут надо революционизировать. Что вообще можно в семье революционизировать, вот в современной, если надо революционизировать. И надо ли революционизировать семью, или она без революции может обойдется как-нибудь. Вот такие мысли по этому поводу, какие у вас есть мысли. То есть, короче говоря, у нас, наши занятия дают возможность для проявления своих творческих потенций, и кто как, что думает, излагает, соображает. Ну, естественно, обосновывает какими-то своими соображениями. Вот. Так, чтобы не просто читать, что написано. Ну, мало ли, человек написал, я прочитал. Я потребитель, правильно? А если я буду много-много книг потреблять? Ну, кто я буду? Ну, буду я... Большой потребитель. Большой потребитель, да. Какой большой? Или, в крайнем случае, я буду библиограф. Вы придете в библиотеку, а я за столиком сижу, а вы спросите, а где вот это найти? Я говорю, это вот там найдите, это там найдите, это там найдите. Это хорошее дело. Ну, человек много прочитавший, просто много прочитавший, он что, ученым становится, нет? То есть, для ученого, конечно, прочитать надо обязательно. То есть, нужно изучить, ну, тот уровень науки, который есть, выйти на передовой уровень науки и, между прочим, сделать свое. Если вы ничего нового не сделали, ну, к нам, вот, как преподавателям, предъявляется какое требование? Если вы преподаватели, то вы должны быть прежде всего учеными. Если вы не ученые, у нас вот на самом деле никто не интересуется, в чем мы как преподаем. Я что-то не замечал, что кто-то интересовался. Ну, программу, что вы составьте, там и прочее. А вот у нас какие публикации, есть ли они в римце, каких, сколько ссылок, там, да-да-да, какой у вас индекс Хирша и так далее. У меня индекс Хирша 3. Вот это 3, там, значит, надо, чтобы на 3 книги не меньше, чем по 3 этих ссылки было. А это на Западе очень ловко делают. Мы с вами договорились, я на вас ссылаюсь, вы на меня. Вот. Ну, вот как-то это не хочется этим заниматься. Вместо, значит, того, чтобы заниматься научным исследованием, значит, заниматься устройством этих всяких ссылок. Ну, во всяком случае, критерий у нас больше научный, чем преподавательский. Ну, считается, что если человек, так сказать, что-то в науке понимает, он, наверное, когда будет преподавать, он все-таки не обязательно, он, так сказать, все знает, так сказать, то, что он там преподает. Но он что-то есть свое, у него самостоятельно, он, по крайней мере, понимает, что такое вот научный уровень. И этот научный уровень, а это вот характеристика нашей российской вузовской школы. Вот. Так что, ну, а если я ничего нового не даю, так я и не преподаватель, то есть я и не ученый, а если я не ученый. А какие законы изобретения нового? А никаких. Вот какой может быть закон? Как вот сделать так, чтобы я изобрел? Единственное, что мы можем вот о чем заботиться с вами, поскольку у нас вот нам подарили, можно сказать, университет, подарил такой курс и такую возможность, заботиться о том, что мы вот можем сами тут творить. Вот вас, вот я тут вас чем-нибудь сковываю, нет? Ничем я не сковал я еще. В высказываниях, там, в суждениях, в соображениях. Вот я тут свою задачу вижу в том, чтобы другое дело, что вот там выскажите, я тоже что-нибудь скажу по этому поводу, правильно? Ну, как к этому надо относиться? Во-первых, ну, надо относиться к этому так, что студент, студент, он же студентка, он находится в процессе познания и становления, поэтому, если он ошибается, вот если я ошибаюсь, то это, можно сказать, постыдно сказать, ну, что вы, профессор, доктор наук, такие ошибки делаете. Если студент ошибается, это нормально же в ходе развития? Это, во-первых, то есть никаких ошибок бояться тут просто нельзя и не нужно, поэтому совершенно к этому спокойно. Теперь, второе, как относиться к моим суждениям в ваш адрес? Поскольку я вот там могу с вами поспорить, может быть, так сказать, сильно поспорить и не согласиться, и считать это вредной такую подействию, допустим, как к этому относиться? Вот у меня мудрый человек такой был, Николай Андреевич Моисеенко, декан экономического факультета, мы с ним четыре книги написали. Он мне говорил так, Миша, выслушай и сделай по-своему. Это очень большая мудрость, потому что больше всего люди, так сказать, в возрасте, большим, чем присутствующие, они больше всего не любят, когда их не выслушивают. Так сказать, вот вы даже не хотите меня выслушать, ну, выслушайте. А потом, когда вы уже будете делать то, что хотите, никто на вас нападать уже не будет. А большее сопровождение бывает из-за того, что не хотят, кто-то хочет слушать. Выслушали, сделали по-своему. То есть, какие могут быть обязательства у вас в связи с моими суждениями? А никаких. Никаких. Потому что, что я должен вот оценивать, ну, у нас итоговый зачет будет, да? Ну, что я должен оценивать? Что вы можете самостоятельно разбирать, анализировать. Что вы это можете... Все. Что я должен зафиксировать? А как вы анализируете? Ну, как можете, так анализируете. А если вы плохо анализируете, значит, плохой преподаватель. Что я еще вылумуете? Что я скажу, что если вы плохо анализируете, вы, что ли, виноваты? Я же преподавал. Нам времени выделили много. Меня никто не и тоже не ограничивает в том, как это преподавать. Потому что я вот первый год преподавал, мы и так строго там кусками читали, бежали. Ну, а какой-то смысл? Вот мы пробежим, а все понятия крупные прошли. А там вот, между прочим, в этой работе, чем дальше, тем мельче проблемы. Там более крупные проблемы все в начале. По времени их разделишь на куски. Ну, и хотя бы вы можете выбрать для ответа, например, на зачете. Любой вопрос. Какой захотите, такой и взяли. Если я хочу узнать, как вы умеете анализировать классические тексты, что вы должны сделать? Вы должны взять тот кусок, который вы можете анализировать, и показать, что вы умеете. А кто-то должен выбирать. Ну, вы и выбирайте. Почему я должен вам какой-то кусок навязывать? Ну, когда вы будете, допустим, кандидатскую работу писать, я вам буду тему навязывать, или вы сами будете выбирать? Не, ну, вы будете советоваться, но вы же будете выбирать. Ну, а докторской тем более. У докторов, например, нет, у научных руководителей. И вот я, когда защищался, такого понятия, как научный консультант, нет. Сейчас обычно есть научный консультант. Это кто такой? Если у меня научный консультант, и я прежде чем какую-то глупость написать, прихожу, и вам ее излагают. Вы покачаете головой, и после этого я начинаю ее писать. Ну, а что такое консультант? Ну, ничего он, так сказать. Вот, научный руководитель, я понимаю, он там руководит. Знаете, что кандидатские лучи докторских? Кандидатские почему лучи докторских, не знаете? Нет. Кандидатские пишут доктора, научные руководители, а докторские пишут кандидаты. Понятно, поэтому кандидатские лучи докторские. Ну, это шутка, конечно. Но в каждой шутке есть доля шутки. Вот у меня был научным руководителем герой Советского Союза Иван Васильевич Котов, который захватил плацдар в Нареке Нарев, и его удерживал. Вот. Вот я к нему приходил, он, я занимался применением математики в экономике, но я с матмехой. Математика меня не пролещала. Я математику лучше знал его, намного, потому что он не математик, а я с отличием кончил матмех, рекомендовал аспирантуру матмеха. Поэтому я читал эти книжки по применению математики и удивлялся, какие там и дурачки, и как они не знают. Ни математики, ни Маркса не знают. То есть такая чушь там, типа цифилизация, цифилизация, возрастание мозгового вещества. И начнут читать, сколько настрекли найти ногтей на всей земле за все время. Так, пустите, пожалуйста, помоему, мальчику, что вы записали. И вот мы приходили, а он восхищался этим применением математики в экономике, а я, наоборот, искал и удивлялся, почему такие грубые ошибки экономические там. Ну и вот, я к нему приходил домой там раз в неделю или в две, и мы с ним страшно ругались. И так мы ругались с ним все время, пока он руководил. Кончило дело тем, что он по итогу написал мне положительный отзыв, как научный руководитель, говорит, ну иди защищайся. Я пошел защитился. Вот и все. Так что там без проблем. Кажется, по-разному бывает. Поэтому вот это я тянул время, чтобы вы подумали еще. Значит, кто хочет выступить? Пожалуйста. Чтобы потом не говорили, что я не даю вам высказываться. Кто хочет выступить? По тезису номер 4. Поделиться мыслями. Сейчас я вот от вас список получу и начну уже вызывать тогда. У нас же государственная университет. А что такое государство? Это сила. Это область принуждения. Правильно? Ну так? Ну вот. У Гегеля есть такого рода соображение. Он был, когда писал науку логики, он был директором Нюрнбергской гимназии. Ну, директор школы, можно сказать. Причем, большую логику он написал, большую науку логики, трехтомник. Или две книги учения о бытии, о сущности и о понятии. субъективная логика. Он написал, будучи директором Нюрнбергской гимназии, а когда стал профессором, написал малую логику. Учебник для воду. Который, конечно, менее значимый. Намного. Так вот, он говорил, что почему нужно применять принуждение по отношению к детям в школе. Принуждение не в смысле насилия, а в смысле того, что заставлять некоторые вещи делать, а потому что, говорит, человек не вырастет безвольным. Вырастет безвольным, потому что он не привык преодолевать свои вот просто чувства. Вот не может он бороться с чувствами. Вот если он привыкнет, так сказать, эти подавлять свои неправильные, так сказать, какие-то чувства, захотелось, это у него есть работы разных лет, и там вот он делится своими там соображениями по поводу преподавания. Так, ты кто? Мы начнем. Я так понимаю, последним человек садится для того, чтобы выступать. Пожалуйста, вам слово. А? Нет, за вами еще есть дальше кто-то. Вот там девушка сзади. А, я? Да. Вставайте, пожалуйста, назовите себя и вам слово. И вас никто не ограничивает. Вот можете себя ни в чем не ограничивать в высказывании. Пожалуйста. А Сергей Анастасия проводит в другом моменте. Так. По четвертому, да? По четвертому, да. Ну, ну, текст у всех есть, понятно, что мы содержали, что написано. Значит, то есть в Пиропахе говорит о том, что первом исходит из того, что земной мир как бы отчердает себя, самого себя и переносит себя в небесное царство. Ну, как я так понимаю, получается, что, когда говорят царство Божие, то есть это, по сути, оно от того, что происходит национальности тоже государство, только это государство идеальное. как бы угодно это можно назвать с вами. Ну, слово государство, думаю, вряд ли стоит тут употреблять, потому что государство все-таки это специфическая такая организация, это все такое машина насилия для проведения политики определенного класса. Государство может быть, может не быть. А вот идеальный мир, мир земной, так сказать, перенесенный туда и туда, в область наших, так сказать, фантазий. Могу я фантазировать, что хочу? Какую. Ну, в общем, фантазий. Ну, это сложные такие фантазии. Вот вспомните, начальные формы религии, они связаны с тем, что обождествляли просто отдельные какие-то ипостаси земные, да? Солнце, бог солнца, бог грозы, там, бог земледелия, бог виноделия, так? Богиня красоты и так далее. Но это было простое, так сказать, ну, такое выражение. А потом получилось довольно сложное выражение, когда уже действительно целый мир, так сказать, со своими отношениями, так сказать, с какими-то, с историей своей и так далее. И потом это было время такое, когда у нас, так сказать, развитой сети издательской, это не было. Значит, как вы думаете, вот в этом есть какой-то плюс? Какой? Ну, в том, что нету. В том, в том, что когда у вас нету ни магнитофонов, ни флешек, ни, так сказать, у вас множительных аппаратов, это надо же переписывать все. Кто же будет всякую дрянь переписывать, значит? Поэтому дрянь не переписывали. Переписывали то, что считали вот большой ценностью. Поэтому, скажем, поэтому заранее можно сказать, что Библия это ценное произведение. Почему ценное? Потому что там мудрость человеческая. Потому что вы будете целый год сидеть и переписывать то, что вам кажется чушью собачью, не будете. А если это мудрость, вы помните, там сидят люди там эти самые в монастырях и пишут, и пишут, и пишут. И следующие пишут, и дальше пишут. Пока там дошло до книгопечатания, да? Какая-то история. Это очень важно. Точно так же, как, скажем, народное творчество. Но плохое не бывает. В каком смысле? Ну, кто будет это передавать детям, напевать то, что представляет собой ценностью? Будете напевать? Не будете. А вот я записать могу все, что угодно. И сейчас могу воспроизвести как угодно. И с любой громкостью. Оглохните все. А я буду радоваться, как у нас раньше выставляли во двор. Думаю, что пусть все знают, что у меня есть вот приемник. Сейчас и так все знают, что у всех есть приемник. Так. Ну, хорошо. Разворенность имеется в виду, вот тут речь идет о том, что здесь противоречия есть. Правильно? Он дальше говорит о противоречиях. То есть, когда противоречия, это не абсолютная разорванность. Если у нас с вами противоречия, то мы противоположности. А если мы противоположности, значит, у нас есть и единство. Правильно? Если я с вами говорю, значит, вы со мной тоже говорите. Значит, у нас уже единство есть. Единство у нас, чего нет? Единство в точках зрения. А точки зрения у нас абсолютно противоположные. А единство все равно есть, если мы с вами разговариваем. В этом смысле разорванность. Это одно, а это другое. Так эта разорванность есть в мире? Когда религия появилась, особенно такая религия, как христианство, единобожие, когда появилась? Когда? Какая получилась разорванность в мире? В чем? В чем вы видите в этот период исторический разорванность? Ну или в чем противоречие такое крупнейшее, какое было в этом мире? Ну было до этого первобытное общинное общество. А что такое первобытное общинное общество? Вот у нас одна община. Так, женщины руководят матриархат. Соответственно, никакого пьянства нет. Все накормлены, все распределено правильно. Пока мужики не вышли на арену, не перестроили этот мир. Знаете, сколько в КПСС было женщин в конце социализма в СССР? 11%. А в материальном производстве сколько женщин было? 40. 50. 50. Если утаскать земли, носилку, грузить там что-нибудь, то тут все у нас полное равенство. А это партия руководящая сила? Ну если руководящая, так... 11%. Поэтому... Или там, если вы возьмете считать с высшим образованием, ну поскольку еще там ребят призывают в армию, так это еще и больше процента женщин с высшим образованием. Уже как берете кандидатский уровень, там уже значительно меньше женщин-кандидатов, потому что ясно времени меньше связано с детьми, с воспитанием детей. А если возьмете докторский, там совсем маленький процент. То есть из-за того, что следует, что мужчина умнее, или что есть разорванность мира, сохраняется еще. Сохраняется разорванность мира. У нас вот такая была история интересная. У нас там две женщины молодые. Ладыжинская и Уральцева. Матфитики. Ну вот они где-то защитили докторские, профессорами стали в 20-м с небольшим. И вот Академик Александров, наш бывший ректор, рассказывает. Вот была конференция, и вот подходит какой-то известный профессор зарубежный, такой-то Куральцевый, и говорит, девушка, а вы с какого курса? Она так замялась, ей так неудобно стало. Подходит Александров и говорит, да она не с курса, она доктор-наук-профессор. Да, забавно было. Так вот, какая разорванность-то мира была в то время, когда от первобытного общинного коммунизма ушли, и куда попали? Вот, рабовладения. Вот тогда, вроде так, демократия была же в рабовладении? Да. Была. Что, было подчинение меньшинства большинству? А что считалось большинством? Что? Кто? Ну, рабы считались большими? Входили в большинство это? Но не входили, но они не имели никаких прав. Ну, если они не имели никаких прав. Так, значит, на самом деле было подчинение меньшинству большинству, или подчинение большинству меньшинству было? Большинству меньшинству. Большинству меньшинству. Но это меньшинство сорганизовано так, чтобы меньшинство этого меньшинства вычинялось меньшинству. То есть большинству этого меньшинства. Так? Вот что было. То есть самая первая демократия была диктатурой меньшинства. Ну а что, если это вообще не люди, рабы? Не люди. А почему они не люди? А потому что как появлялись рабы? Вот мы с вами воюем, и вы меня завоевали. Вы военнопленные. Так? Да, военнопленные. А что значит военнопленные? А когда вот я могу вам в плен попасть? Думаете, так просто, вот если вы меня завоевали, будет я пленный ваш? Вот кажется, что это и все. Не, не все. Вот если у нас уровень такой развития производства, что я могу прокормить одного человека, если вы меня оставите, оставите, ну я себя прокормлю, вам какой резон меня держать? А если я даже себя не прокормлю, вы меня будете кормить, вы меня оставите. Поэтому пока не получилось, что производительные силы такие, что один может прокормить двоих, рабства не было. Ну просто убивали и все. А тут вы мне такую радость принесли, Михаил Васильевич, я вот вас завоевала, но вот убивать вас не буду. Вы не против, вы будете работать, и мне будет хорошо, и вам будет хорошо. Чем мне хорошо, что я жив буду? А вам чем хорошо? А вы работать не будете, вы будете изучать Маркс Эмкельс немецкую идеологию. Или что-нибудь еще в этом роде. Правильно? А так и было. Одни изучали книги, написали драматургические произведения. Взлет был искусственный. Но в этом есть же прогресс известный. А с другой стороны, другие, если они будут там что-то плохо работать, что с ними будет? Понятное дело. Раба можно убить? Можно. Если это мой раб. Можно. Поэтому что мы не знаем. Мы знаем, что в восстании было рабов от Спартака. Осталась от этого команда Спартак у нас. Вот от этого всего. Она не пропала. Это хорошая команда. А судьба у Спартака какая-то. Это неудавшееся восстание. Вот они хотели стать как люди. А им сказали, что люди это рабовладельцы. А вас всех. Особенно эти бои гладиаторов. Тогда вот сами те, кто смотрят эти бои, они решают в конце этого боя или добить того, кто проиграл, или оставить ему жизнь. Это зависит от того, как он бился. Вот так красиво он бился. Хоть он и проиграл, но он бился красиво, и ему, значит, палец вверх, что мы его оставляем. А если он, да, и бился плохо, и должен его гладиатор второй добить, а если он не добьет, его добьют тут же. Поэтому, ну, разорванность же это мира получает. То есть есть мир, вот эти люди люди, а вот эти люди не люди. А откуда появилась такая фраза, как рабы божьи? Вот вы хотите быть божьей рабыней? Ну, это же образное. А? Это же образное. Так образное, это образное. А вот если вам сказали, вы хотите быть богиней, я понимаю. А я тут, хотите быть рабыней. Вы хотите богиней или рабыней? Есть разница или нет? Вот я, например, не хочу быть рабом, даже и божьим. Почему я должен быть раб? С какой стати? Ну, с какой стати я должен быть рабом? Или, допустим, вот я вот на вас смотрю, вы студенты, да? А я бог. А я считаю, что вы не студенты, а гнцы. То есть кто вы? Овцы. Я вас окормляю духовно. Чувствуете? Нет? Окормляю. Так, вы, поскольку у меня-то, ничем пищи не даю, ну, духовно будем окормлять. Вас и правительство духовно окормляет, потому что это все, это 1500 рублей. Кроме как духовное окормление, это не назовешь, потому что жить-то нельзя же. Но оно же дает, значит, оно о вас не забыло, значит, оно духовно вас окормляет. Мы вас о вас помним, вот вам на память. Потому что на пропитание это точно не хватит. Идите к родителям. Хотите, побирайтесь. Хотите, что хотите. Идите, работайте. Вот этот самый вице-премьер Дворкович говорит, пусть идут работать. Голодец тут высказался тоже. Им говорят, надо стипендии. Пусть идут, работают, они молодые. А зачем тогда мы сделали очное обучение? Зачем вот здесь? Идите, работайте, вечером придете. Так вечерний уничтожили. Что тогда вы вечерний уничтожили? Ну, если вы вечерний уничтожили, а что вы теперь загоняете дневников, чтобы они тоже были вечерниками? Ну, это разные же вещи. Есть дневное, заочное. Уже нет вечернего. Ничего, говорит, мы сделаем магистратуру. И это будет то же самое, что вечерний. Они же вечерком. Они работают все. И они с пяти часов занимаются. С пяти. То есть, по магистратуру без бухгалтера один получите? Ну, естественно. А что, вы на пятом курсе без четвертого учились раньше? Так на вечернем шесть курсов было. Если четыре курса ты не прозанимался, тебя на пятый не переведут. Что тут нового? То есть, это все кажется таким преобразованием. А все сводится к тому, что просто ухудшили образование, и все. В России хуже стало. Ну, вот мои коллеги все так считают. Ну, а что тут считать? Так, посмотри, и всяк, посмотри. Так вот вы вышли специалистом. Зачем это? Вот я-то специалист, а вы-то не будете специалистом. Вы будете бакалавром. В аспирантуру вам нельзя. Преподавать вам в УЗИ нельзя. Ведь зачем такое делается? А красивое название по бокам лавры висят. Тогда что же? Вас духовно окормляют. Значит, разорванность мы что-то видим в том, что есть люди, которые как бы не люди. Правильно? Вот. И есть хорошая такая вещь, как демократия. Но к этим людям не относятся, они говорящие орудия. Поэтому ничего нет в законах такого, что вот там запрещало бы убить. А почему? А потому что я вот ваш противник был, я с вами боролся, вы меня победили. Поэтому если вы меня убьете, это справедливо. Вы просто оттянули этот момент. Поэтому как это можно осуждать? А если я вас победил, ну тогда извините. Сейчас, если кто не знает этот четвертый тезис, все. Все тогда. Правильно? Вы тогда, наверное, занимались здорово сразу. Раз. Если бы я обучал рабов, так они не сделают, а раз и опоздал, сразу левую руку отсеку. Почему левую? Потому что правую пусть пишут. Ужас. Ужас. Ну это было же. Поэтому, когда это отражается, там тоже рабы, огнцы. Хотите быть овцами? Как-то тоже. Вам нравится быть овцой? Я вот тебе тоже, честно скажу. Мне очень нравится. Я Библию с удовольствием прочитал. Долго читал. Две недели. Хорошая фантазия. А? Хорошая фантазия. Да, хорошее, интересное произведение, прекрасное. Но ловцой мне даже и бараном мне не захотелось быть. Мне кажется, есть смысл такой, что вы сравниваете с рабом, а вы предустоятельства, в которых вы находитесь. И тут выбираете, не выбираете, но вы уже сказали, что куда вы держите. Ну вот, да. Да. Вы сравниваете с рабом, и значит... Да, чтобы гордыни у вас не было, а то что-нибудь научитесь, будете гордиться. Должны вы не забывать, что вы овца, и все. Вам нравится, что вы овца? Я понимаю. Ну, вы понимаете. Так овца тоже. А овца, вот видите, как вы возвышаетесь над овцами. Овца не понимает, что они овцы. А вы понимаете, что вы овца. Чувствуете, какой подъем? Я не знаю, что я могу вернуть реки вспять. Значит, я, ну, не бог. А мы возвращаемся к этим самым предыдущим тезисам. А там нет такого тезиса, что человек должен преобразовывать мир, а не только быть и есть. Но это он уже на овцу не похоже. А чтобы овца... Овцу же срегут. Но все равно рамки, его преобразование весьма ограничены. Я не могу выйти за эти рамки никакой. Это вы очень... Вот тут я вам должен заложить, чисто научно, что вы очень глубоко ошибаетесь. Потому что, а, потому что вы не знаете, что такое граница, и, б, не знаете, что такое предел. Сейчас мы это с вами выясним. И я думаю, что вы согласитесь со мной. Граница что такое? Вы сказали, это граница. Граница что такое? Спасибо большое. Что такое граница? Ну вот у нас, между вами и мной, есть граница, нет? А? Нет. Мы сделаем вот так вот. Тихо, не бежать. Мы с овцами, с овцами я разговариваю. Граница есть между мной и вами? Ну, есть, конечно. А в чем она состоит, граница? Каких неоэтических нормах я не могу сейчас найти просто так. Это сложно у вас. Сложно. Наука должна быть при всей ее, так сказать, глубине простой. Какой-то барьер. Вот между нами, знаете, знаете, что граница? Не догадайтесь. Занятия наши, вот эти сегодняшние, это между нами, это наша граница. Потому что они, они нас, эти занятия, а, связывают. Чувствуете, что нас связывают? Вас кто сюда пригнал? Я сюда вас пригонял? Нет. А меня кто пригнал? Нас пригнал, так сказать, наш родной университет. Так? Говорят, вот сядьте вместе, этот сюда, эти. И сюда, агонцы сюда, этот сюда. И будете, значит, наниматься. Раз. У нас есть единство с вами. Второе. Вы же студентка, а я преподаватель. Это нас, значит, это же занятие нас разделяет. Занятие нас соединяет и разделяет. Теперь даем вам определение границы, которую Гегель. Граница. Это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Замечательное определение. А вот обычная граница, которая между государствами. Знаете, вот нейтральная полоса. Кому принадлежит? И тому, и тому, и не тому, и не тому. Никому. Никому. И говорит, нет, не только никому. И тому, и тому. Обязательно. И тому, и тому, и не тому, и не тому. Обязательно и то, и другое. Два противоположных утверждения. Но вот видите. Вот. Это не все. Университет, как наш Господь, рабами которого мы считаем. Университет наш с вами тоже граница, да. Наша граница. Теперь дальше. А теперь дальше. Значит, вы тут утверждали, что вы не можете выйти за границу. Что, вы не собираетесь из университета выпорхнуть, как из гнезда? Не собираетесь? Так, а вот всегда вот что-то. Птинцы. Это вы, если овца, конечно, не можете выпорхнуть. А если вы птица, то вы можете крыльями потом махнуть, когда выпускную работу начнете, и полетели, да? Ну. И куда хотите лететь? Хотите в магистратуру, хотите никуда. Ну, смотрите, но, если я прохожусь... Во-первых, границы, в которых мы находимся, задали не мы сами себе. Но и задали университетом. Мы согласились с этими границами. Ну, понятно, что мы на земле. И то, что будет со мной после того, как я вылечу, если вы сейчас на смерть намекаете, например, как освобождение от границ. Вы чего-то у нас не были? Вы на предыдущем занятии были, нет? Нет, не было. Вот и видно. Вот человек есть продукт обстоятельства воспитания. Воспитание может быть такое, чтобы вы сидели и не щирикали. А может быть такое, что вы будете, так сказать, преобразовывать мир безгранично. Почему безгранично? Потому что выход за границу осуществляют люди, нет? Ну, это тоже... Вы когда-нибудь осуществляли выход за свою границу? Наверное, да. Наверное? Почему наверно? Ну, я же не могу выйти за те границы, которые я сама себе задала. Да ничего, Пас. Я не буду прогуливать пары, я хожу на них. Но я же не могу, например... Что? Вот, пожалуйста, вы можете книгу написать. Я вам рекомендацию напишу. Издавайте. Вы написали книгу? Я не могу написать. Но я же не могу вырастить себе в третью ногу. Я же не могу... Зачем вам третья нога? Вам она не нужна? Зачем придумывать? Ну, вы за свои границы выходить можете? Ну, вы были маленькой девочкой? Были? Были. Было время, когда вы не могли говорить? Да. Значит, вы вышли за эти границы? Я вышла, но... Вышла. Так, хорошо. А было время, когда вы не могли ходить? Я же могу обратно вернуться за эти границы. Вам не надо обратно. Вы только вперед... Зачем еще обратно? Вы же развиваетесь. Куда обратно? Об этом мы думать не будем. Обратно мы вернемся все, но это будет не скоро. Не надо о грустном. Значит, так что насчет, могу ли я вернуться обратно? Можете. Но это не надо, действительно, что-то. Когда мы вернемся, обратно, откуда вышли. Значит, короче говоря, а вот было время, когда выходить не умели? Ну, да. Было. И так далее. А вы все время выходили там за эту границу? Все время выходили, все время выходили. А вот как называют человека, который не выходит за свою границу? Заводорожный. Ограниченный человек. Ограниченный человек. Вы что тут отставите, уважаемые? Вот вы на себя эту тогу огнцы надели и твердо держитесь. Своя предельность. Это, конечно, о вас хорошо говорит. В том смысле, что вы уж если вы играете роль овцы, так я и овца. Я за границу не выйду. Стеряните меня, как хотите. Вот я овца и овца. Это раз. Ну, я вам предлагаю еще дальше пойти. А предел что такое? Это выйти за границу, это ерунда. А вот за предел можете вы выйти? Нет. Вот опять нет. Ну, что вы так торопитесь? Хорошо. Я вас все время... Вот у нас какой спор? Я вас призываю не быть овцой, а вы настойчиво... А я просто настаиваю на том, что это невозможно. А что вы настаиваете так? Что если вы без науки... А рожденный ползать, он летать не может. А я вот считаю, что вы рождены летать. Летают люди, летают в космосе, летают. Сейчас летают над землей, сейчас летают. В это время вы говорите о том, что рожденный ползать летать не может. Когда сейчас космонавты... Неудобно даже выходить с таких заявлений. Вот если они бы услышали, я обиделись бы. Но они же не летают сами, они же не птицы. Сами, сами. Они ищут себе кучу приспособлений. Сами. Вот один космонавт выступал, всю жизнь готовился к космонавтам. И полетел. Всю жизнь готовился, мечтал. Смотри, как елку тогда, занесел тело. Ну и так летают на дельтаплане. Что, вы не видели летом-то? Ну что, раньше вот так махали, не знаю. А дельтаплана вы можете летать? Не можете? Я могу, я с любой. Я могу. Вот я могу с 15 этажа прыгнуть, и 14 этажей я отлично буду лететь. И вы летите только вниз, а вверх лететь не сможете, потому что это ваша граница. Из-за этой границы вы не перейдете. Вас ограничит ваше тело из-за гонопритяжения. А я вам анекдот сейчас расскажу. Один товарищ молодой выпрыгнул с самолета и летел вниз. Можно ведь лететь не с этажей, а вниз лететь. Они же долго летят, прежде чем дернут кольцо и раскроется парашют. И вот он летит. Некоторые долго-долго летят и парят. Знаете, нет? Я знаю. Ну я дальше. Ну вот, а вы говорите, не летают. Они говорят, летают еще как? Ну не вверх, конечно. И они в одном направлении? Нет. Нет. Они управляют. Могут туда, могут сюда. В свободном падении. Еще он не включает парашют. Потом они включают. И вот один товарищ молодой летит. И вдруг снизу. Он говорит, слушай, который снизу несется вверх. Как бы это не может лететь вверх. Слушай, говорит, ты не знаешь, за что надо дергать? Он говорит, нет, не знаю, я минер. Вот этот, который летит снизу. Минер он. На мини подорвался. Летит вверх. Он не знает. Так вот, у нас же разговор научный. Научный такой. Сейчас определение предела. Дайте, пожалуйста. Вы можете дать? Если вы не дадите, я дам. Да, давайте. Потому что я же должен окормлять огненцов. Значит, предел. Вот, прежде чем его дать, я хочу вам показать. Вот все видят бумагу эту, где записаны в вашем присутствии. Вот этот край. Смотрите. Вы говорите, что не летает. Летит самолет. Вот пока он до этой границы. Это граница. Это граница. А я хочу рассказать, что такое предел. Пока он до этой границы не долетел, это же не предел. Можно еще лететь. Ну, скажем, можно каждый раз вот это вдвое уменьшать и каждый раз приближаться. Так? И вот он летит. То есть, пока до границы самолет не долетел, вот эта граница не предел. Когда самолет к границу перелетел, это тоже ему не предел. Ну, что дальше может лететь? Правильно ли? То есть, до границы не предел. И после границы не предел. Александр Владимирович, докладываю. Веду занятие по курсу Маркс-Энгрих немецкой диалоги. Я знал, я знал, что вы с пониманием отнесетесь. Я вам... Хорошо, спасибо. Договорились. Заведующий кафедрой экономической теории и методологии Нижегородского университета. Профессор Золотов. Был у меня в кружке по диалектике, между прочим, вместе с Кудариным. Да, так вот. Значит, пока не долетели, не предел. Перелетели, не предел. Когда предел? Во. Во. А у вас так просто было? Так вы сразу уже так решили, что я же овца, мне не выйти из своей шкуры. Я не отказывался. Я за вас бьюсь сейчас, за вас бьюсь. Я за вас. Я хочу вас это вывести из состояния этой огнца. Так, так что такое предел? Вот, между прочим, когда вы думаете о том, что такое, вы же не знаете, что такое предел, а хотите додуматься. Вы сейчас что делаете? Вы сейчас выходите за за свои границы. Нет? Когда человек вот что-нибудь придумал, а до этого у него этого не было, он же вышел за свои границы, правильно? Или наоборот, я спокойно говорю, потом начал на вас кричать, и ты тоже вышел за свои границы. Я кричать не буду. Что такое предел? Если вот смотрите, некоторые говорят, вот в этой точке предел. Ничего себе в этой точке. Что, зависать что ли самолет? Он не зависает. Он так и летел. Он пролетел. Вот он пока граница не подлетел, она не была ему пределом. Когда он ее перелетел, она тоже не является пределом. Это граница, которая может разъединить, но не может соединить, Ваня, я считаю. Ну, предел как что-то. Как они соединены, вот смотрите, вот все соединено здесь. Что тут? Все, я вон границу реально уберу. Вот край бумаги, что тут? Они соединены, вот этот, вот этот край, этот край соединены. Бумага лежит на дереве, все нормально. Что такое предел? Ну, смайл возьмут, ничего смайл возьмут уже. Ну, как вам сложно, как жить вообще, ужас вообще. Такие сложные, такие формулировки. Я-то, честно говорю, я-то не сам придумал, я у Гегеля украл. В этом смысле. Ну, как вот, откуда наберешься, это надо взять умные книгу, там наберешься, предел это граница, которую переходят или переступают. И все. Ну, отличное же определение. Сам же не додумываешься. Вот вы сами не додумались, между прочим, до этого. Я тоже сам не додумался. Так что мы с вами не сильно отличаемся. Так что мне особенно гордится, вот как раз гордыню, да и осуждает в Библии, правильно осуждает. Я скажу, что вы гордитесь-то, взял и в Гегеля прочитал. Ну, это вы прочитали, а она еще не успела прочитать. Вот вся разница. Вот. Ваши никто не запрещает же вам читать науку логи и Гегеля? Никто? Пока. Нет? Вам же не только сказать, если Маркс изучает, что Гегель запрещено. Не запрещено. Так, ну вот, граница, которая переходит. И вот берем Елену Ясенбаеву, вам известную, да? Чемпионку мира, рекордсменку. Что такое рекордсменка? Она каждый раз преодолевает рекорд. То есть, никто в мире, мировой, никто в мире так не прыгал, и в том числе и она. На этом высоту. И она каждый раз выходит за свою границу. Сколько раз она выходила за свою границу? Публично. Потому что она, может, действительно на тренировке там и больше прыгнула, но это не в счет, считают только публичные эти самооценки. Сколько раз? 28 раз. 28 раз? Потом она говорит, я сейчас, мне нужно ребенка родить, подойдите, сейчас. Вот она уже родила, он уже все в порядке с девочкой. Сейчас она вот снова будет выступать. Ну не знаю, как у нее сейчас получится, но во всяком случае, вот такой яркий пример. Все спортсмены, мировые рекорды, которые делают, они все выходят за свои границы. Ну а вы, разве вы не выходите за свою границу? Вы же сейчас на каком курсе? На третьем. Вы будете писать выпускную коллекционную работу. Вы писали ее когда-нибудь? Писали? Диплом вам теперь не дают. Выпускная коллекционная работа. Вам упростили жизнь. Упростили. Вы ее не писали, а напишите. Вы сомневаетесь, что вы ее напишите? Я вот не сомневаюсь, что вы ее напишите. Ну так вы что будете делать? Вы будете выходить за свою границу. То есть сейчас вы ограничены тем, что вы не писали, а вот напишите, и вы этот предел перейдете. И вы станете уже не студенткой, а вы закончите Санкт-Петербургский государственный университет. Вы выпускницей будете. Можете в ассоциацию выпускников вступить. Я вступал, мне даже потребовали диплом, чтобы я номер прислал. И вы совсем уже, как будто меня в милицию берут на работу. Вот. Но есть те границы, с которыми я никогда не приеду. Значит, вы мне напоминаете того командира, знаете, как он вдохновляет народ? Значит, так, товарищи, идем в бой. Нас, конечно, всех убьют, всех нас убьют, и меня. Ну, айда за мной. А смотри, никто не идет. Вы что так вдохновляете людей? У меня ничего не получится. У меня ничего не вы. Я не понимаю, ничего не получится, просто... Ну, что вы? Вы же всю жизнь, вы, все ваше развитие сводится к тому, чтобы выходить постоянно за свой предел. За допустимый предел. Нет такого понятия допустимый. Кто-то, дядя Петя, определяет допустимый или недопустимый. Вы все время... Вы выходите за свой предел, и там видно будет. Откуда я знаю? Может быть, вы будете у нас президентом или премьер-министром. У нас, вот, пожалуйста... Я буду президентом, но никогда не буду собакой. Как бы мне хотелось, я не стану. И это хорошо. Потому что я собака... Да сейчас у нас проблема, чтобы вы овцой не были. Вот единственная проблема, связанная с четвертым тезисом. Насчет собаки вопрос пока не стоит. Собаки, они умнее, конечно. Это не овца. Уже даже если овцом с собакой стать. Энгельс говорит, говорит, смотрит на меня. Единственное, что не разговаривает. У него и аппарата такого нет. Вот попугаи могут говорить, ворон может говорить, а собаки не могут. Только лаять могут. Если было бы собакой, я бы вам что такое предел бы не рассказал. Когда нужно все на вас? Особенно на овец. На овец, знаете, как пасут? Вот эти овчарки, что делают они? Вот они и пасут овец. Вот. Но если бы я был овчаркой, я бы тогда вот тут смотрел, чтобы вы отсюда не выходили полтора часа. И никто бы не вышел. Так. Ну понятно, да? Нет. Не понятно? Ну. Что непонятно? Предел. Понятно, что такое? Так. Теперь вы знаете, что вы не овца? Я должен вам еще о нигде рассказать. Я чувствую, что моих аргументов научных недостаточно. Сумасшедший один лечился в сумасшедшем доме. он лечился по такому вопросу, что он считал, что он зерно. Так все, нормальный человек считал, что он зерно и боялся, что его склюет петух. И вот он его лечили, лечили, лечили. И в общем очень плодотворно лечили, вылечили. И вот последняя беседа, вот он беседует, вот я как бы главный врач. И говорит, ну вы теперь знаете, что вы не зерно? Он говорит, да, конечно. Все, я понял. Ну вы поняли, что вы не зерно? Да, конечно. И вот этот самый отправился, вышел за свой предел и через полчаса прибегает запыхавшийся. Главный врач спрашивает, что в чем дело? Вы же знаете, что вы не зерно? Чего вы боитесь? Да я-то, говорит, знаю, что я не зерно. Петух-то не знает. То есть вы-то уже знаете, что вы не овца, да? А волк-то не знает. Волк-то не знает. А собакой я стать не могу, поэтому как же мне с волком справиться? Вот я чувствую, вас как мучает это все. Меня ничего не мучает. Как не мучает? Как же ты? Ну вы не переубедили. Вы же... Вот вы хотите... Ну если я вас не переубедил, значит я плохой преподаватель. Какой может быть вывод? Все. Тут на этом точку и ставим. Потому что, что тут говорить? А что, вы считаете, что любого можно переубедить? Попробуй меня переубедить, если я вот застряну, и все. Ни за что не переубедить. Мне кажется, что мы остались просто в рамках, ну, каждый в рамках своей, вот, ну, мифологии. Нет, каждый выходит за... Немножечко-то вышли, вы уходите за свои пределы, хоть чуть-чуть. Вот смотрите, вы уже границы знаете, что такое предел, знаете, что такое. Все равно остается, что вы не завышли за свои рамки. Вы вышли за свои рамки, не надо. Что значит веру? Вера и наука несовместимы. Кто в экономике или в политике верит на слово, круглый дурак, писал Леонид. Я тогда прочитал первый раз, обиделся, думаю, ну, надо же такое написать. Потом читаю, дальше написано, кто в экономике или в политике верит на слово, круглый идиот. Вы должны мне верить, что ли? Вы мне верить не должны. Только все очень строго проверять, очень строго, научно. Эти определения я вам сказал, откуда я их взял. Я их ниоткуда не придумал. И я вам объяснил, что они правильные, потому что именно так и есть предел. Люди, которые это не знают, они говорят, беспредел, безграмотные люди, вот эти преступники, журналисты за ними повторяют. Это просто беспредел. Что значит беспредел? Что значит беспредел? Это просто нарушение закона. А закон только так, вот закон, между прочим, это обязательно, это норма, которая обязательно нарушается. Вот если она не нарушается, это не закон. Такие закона никто не будет делать. Вот я, например, издам закон, что надо завтракать. Нужен такой закон. И так все завтракают. Зачем закон? А вот норма, которая часть общества подвигает к тому, что они вели себя подобающим образом, да? Часть, хотя бы часть. И поэтому предусмотрены все преступления, предусмотрены, что за убийства, что за, так сказать, воровство, что за грабежи и так далее. Это вот связано с законом, это очень глубокие вот все вот вещи, связанные с границей. Поэтому я вам советую обдумать этот вопрос о границе, вопрос о пределе. Это все находится в том и первом учении о бытии, науке и лойке. И вы почитаете, и мы ставим с вами ближе. Потому что я читал, а вы нет. Я чувствую. А вам никакой границы не поставлено. Вот никто... Вы читаете науку и лойке, а вас вырывает. Вы начинаете читать, свет выключают. Что такое? Вам не дают, что ли? По-разному это все смотрят. Это и хорошо. Еще бы и не хватало, чтобы мы все разные люди сидели и все смотрели одинаково. Просто, ну, про границы, которые заданы просто законами природы. Мы же не можем за них выйти, потому что не мы эти границы создали границы. Да, поэтому... Вот в прошлый раз мы обсуждали по этому вопросу, когда вас не было, вопрос о свободе. Свобода. Это господство над обстоятельствами, со знанием дела. То есть я должен знать еще законы природы и не могу думать так, что я вот... Если я свободен, то, значит, я могу взять и изменить закон ума. Или взять, так сказать, закон всемирного тяготения изменить. Не могу. Но я могу делать вот только так, как свобода и понимается. Вот это, наверное, вы хотели сказать. Но вы в прошлый раз не были и у вас изъян. В общем, у меня, собственно... Я даже и доказывать вам не буду. Не хотите быть не овцой? Оставайтесь овцой. Все. Я просто считаю, что все остальные люди тоже овцы, просто они этого не... Не надо на других. А другие люди этого на себя не говорили, что они овцы. Это вы наставили, что вы овца. Одна. Одна овца. Мне кажется, я свободнее тех людей, которые считают, что они овцы. У меня внучка есть, она ей 3 года, она вчера приходит и со мной поспорила, говорит, я одна. И все. Я говорю, я один. Сидина. Она на меня не смотрит, я тоже на меня не смотрю. И вы говорите, я вот одна в своем здоровом коллективе. Совсем одна. Вы не можете выдержать в обществе и быть свободным от общества. Одна вы не бываете. Тех, кто бы одна, если человек, скажем, не до 5 лет воспитывался... Галина Ивановна, прошу прощения, у меня занятия перезвоню. Ага. Спасибо, у вас тоже. Спасибо большое, вас тоже поздравляю с вчерашним праздником. Помощница депутата Бортко. Галина Ивановна Баринова. Так, ну вот, так что, ну, вы должны как-то к этому отнестись правильно. И никакие вот споры, они не обязательно дают сразу результат. Мы немножко с вами подправили, и вы подумаете еще. и я подумаю какие-то аргументы, и другие подумают. У нас же споры, так сказать, публичные, да? Все подумали немножко на эту тему. Вот, но у нас же в чем вопрос? То есть, надо ли себя примерять, вот, вот это как, унизительно или не унизительно, вот, то, что, что людей считать овцами. Я вот для себя считаю, вот я не хочу ни овцой быть, ни рабом. Даже если вот там он называется Бог, вот, не хочу быть рабом Божьим. Ну, как-то вот у меня не рабская психология. И не овеческая. И тем более бараном. Вот вам-то хоть обсайд еще хоть прилично выглядит. А баран-то совсем ругательство. У нас, говорит, преподаватель баран. Представляете, это ужас вообще. То есть, я бы встал на вашу позицию, но у меня это совсем не с руки. Даже никакие звания не помогут. У нас, говорят, профессор, доктор наук, профессор баран. Ужас. Кошмар. Ну, это вот, мы сейчас что, мы обсуждаем те, что он проблема, вот проблема разорванности, да, вот мы ее раскрыли, что есть тут разорванность. Она вот так выражается. Кто-то на себе, кто-то это принимает. Вы могли бы сказать, а вот значительная часть человечества, большинство человечества стояло на моей позиции, а не на вашей, товарищ Попов. Вы могли бы сказать, так? Так. Это раз. И сейчас большинство человечества, возможно, стоит на этой позиции. Один вы такой в одиночестве остались. Ну, еще там есть несколько миллионов, кроме вас. Или, может, миллиард из семи. Ну, в общем, это распространенная же позиция. Большинство и принимает эту позицию. Но для науки вообще соображение, большинство, меньшинство. Вот для политики, да, демократия, большинство голосует. А если большинство дураков проголосует, что делать? Так что это вот в позиции, в науке нету этого понятия, большинство. Или истина, или не истина. Ну, я к этому не обращалась, к этому поводу. Ну, вот, короче говоря, тут есть о чем подумать. Потому что это не о, вы же понимаете, это не о вас разговор, и не обо мне. Это разговор о том, вот, вот уже сложился определенный терминолог. А то, что эта терминология носит печать, по крайней мере, своего времени, вот когда появилась религия, вот такая, Едина Божия, она была связана, она появилась в период рабовладения. В период, когда этим рабам еще и задание было овец спасти. Поэтому пасту отсюда. Пасту, это что? Это кого пастут? Пастут. Правильно? Ну, это так и там, и прочее. Поэтому, это вот точный факт, что это слепок вот всех отношений. Ну, это теперь фигурально, понимаете, я согласен, что это не буквально. Вы же тоже, я же понимаю, что вы не буквально, как овца, а вы просто вот хотите, как бы, примерным человеком, у Бога находиться. Хорошо же, когда кто-нибудь есть наверху и думает о вас. Я вот надеюсь, что я сам справлюсь, а вы думаете, вот знаете, там вот идешь по Невскому, вам раздают дырочку, там я ее открываю, эти ходят, представители, значит, западных, так сказать, ветвей христианства, Бог думает о вас. У него есть отличный план вашей жизни. Вот как-то приятно, что вот там есть люди и есть у них план, вот у вас есть план жизни, я даже не уверен, а у них есть план вашей жизни. И так становится тепло, так на душе. А у меня-то плана нет, а я тут бьюсь, так и сяк, а там есть план. Или вот у меня-то есть дипломница, которая, она астрологом стала, к ней приходят люди, деньги платят, она им объясняет, вот вы придете, она вам в карту звездного неба, она мне тоже объясняла, вот моя звезда, мне приятно, что там звезда есть там. Вы знаете свою звезду, нет? Сходите, заплатите деньги, вам покажут. Два часа, и вам звездное небо, все равно вы так сейчас не помните, что называется, какие звезды, за что. И вот есть звезда, которая вот ваша. Ну это очень приятно, я считаю, очень хорошо. Тем более мне это, по диплом, она с меня деньги не взяла, мне особенно было приятно просто, замечательно, так хорошо. Ну вас так не пройдет, деньги надо будет платить, но за звезду можно и заплатить, подумаешь. Тем более с вашей стипендии, если откладывать по рублю, то может за 10 лет можно что-нибудь набрать. Такое. Так, ну вот, я думаю, мы этот вопрос обсудили. Что у нас по четвертому этарицу? Есть еще какие-то проблемы по четвертому этарицу? Вот эту разорванность надо привести. И там говорится опять о революционизировании. Вот революционизирование семьи мы не обсудили. Не хотите вы выйти за свой предел и показать, в чем революционизирование семьи? Как вы думаете? Буржуазная семья. Буржуазная семья была в то время, правильно? В чем, так сказать, ее недостатки этой буржуазной семьи и в чем может быть революционизирование этой семьи? Это можно с последнего начать? Конечно, можно. Революционизирование было, наверное, в том, что мы допустили женщину, эмансипация женщин, что мы им даем равные права, избирательные права, что прежде всего мы должны едать как возможность экономической независимости. и у нее, получается, как она становится собственником, человеком, который может сам себе производить блага, то он получает избирательное право. Избирательное право это вроде как не семья, это больше похоже просто на равенство женщинам, а в семье. Да, но она получается больше независима от мнения мужчины, она пристает противоработать. Ну, я согласен, да, согласен, конечно, если она имеет тоже избирательное право. Да. Так, а еще в чем организирование семьи? Пуржатный. Разделение наоборот у нас было разделение труда строгое в семье патриархата, а теперь такого нет и как традиция она перестает господство Строгое разделение труда в чем социалов? Вот этот готовка, пища, уборка, все, вот этот тяжелый как говорится труд, который, как писал Леонид, из нервничей, так сказать, затупляющей, принижающей, он где это написал? В Великом Почини, что говорит, мы камня на камне не оставили от законов, которые ставят в неравное положение женщины. И как только мы вот это сделали, в законах, не знаю, мы увидели, что они раньше это остаются, что она по-прежнему женщина прикована к кухне, и к детской, и ее затупляют, и работают нервничая, затупляющая, принижающая. А это делал очень долгий процесс. Это он в разделе, где он говорит о ликвидации классовых различий. То есть тут вроде бы различия не классовые, а по полу, но раз это в производстве материальном, мелкое домашнее хозяйство, материальное производство. Стирать, это материальное производство. Предмет труда Грязное белье, результат труда чистое белье. Предмет труда не глажное белье, результат труда глажное белье. Предмет труда грязная посуда, результат труда чистая посуда. И так далее. Ну вот, то есть, брать все что-то, да, нехорошо. Мы не будем брать что-то. Уже несовместимо с понятиями, надо выключить телефон. Эволюция семьи еще произошла в том плане, что государство взяло на себе значительную часть обязанностей по воспитанию подрастающего поколения. Да, конечно, это вот это раз, да, государство взяло значительную часть обязанностей. Теперь вот это освобождение от этого мелкого такого хозяйства, так сказать, вот посмотрите, вот даже с точки зрения, даже если общественная форма тут, даже если и меняется, то все равно идет такой прогресс. Ну, стиральная машина, она же заменила эти самые деревянные доски, помните такие? Хорошие было. Я еще, когда у меня дети были маленькие, она на них стирала эти всякие колготки. Сейчас кинул туда, сейчас дома только я стираю. Бросил туда и повесил, и все. И я уже провел важную работу, уже можно птичку ставить, красота. Мне кажется, это как менять шло на мыло, потому что какая разница, чтобы купить все, что женщина делала вот так вот механически, да, она, ну, на это тратила, семья на это тратила меньше средств, а чтобы сейчас все это закупить, женщине приходится работать. Ну, какая разница, я прошу на работе. Да, очень хорошо, объясняю. Надо родить детей, они подарят вам стиральную машину. Вот мне подарил сын стиральную машину, и все. Никаких проблем. Значит, моя мама работала в пути лица на своей работе. А вам не кажется, что с развитием производительных сил все меньшее труда, количество труда дает все больше продукта? Вы как-то вот эту истину еще не усвоили. Как вы понимаете прогресс-то экономический? Ну, у нас людей вот больше работает, как вы считаете, или меньше? А продуктов производят все больше и больше и больше. Знаете, как сосиски выстреливают? Вот есть роторная технология такая. Ротор идет, тут закладывают, а в это время движется, этот вот с этого барабана на этот барабан. И сосиски, и авторучки. Вы будете заряжать? Авторучку раньше заряжали. Помните, ходили, заряжали. Сейчас это выкинут, да, новую купил авторучку, и все. Она ставит гроши. И эти машины, их просто задорого продают. А на самом деле они тоже все уже стандартизированы, все это отработано. Вот он, этот самый гайковерт, это сложная такая штука. И там два аккумулятора. И значит, раз, это отворачивает, все. Все стоит 1900 рублей. Это сколько он мучится, надо этот, заворачивать эти, что-то крутить, вертеть. Голоссальный прогресс. Что вы? Вот этого должны в основу положить всех своих рассмотрений. Потому что выход за предел выходит, вы как будто одна бьетесь, вот как это вот овца. Одна. А общество, а общество возвышается, возвышается. И вы в этом обществе, вам остается только расцветать в этом обществе. А вы вместо того, чтобы расцветать, у меня ничего не получится, у тебя ничего не выйдет. Настрой у вас не такой должен быть, у вас с полов. Настрой должен быть такой, получится. Это вообще фактор. Вера в победу, фактор победы или нет? Конечно. А что вы так, вместо того, что у нас всех вдохновлять, вы как всех хотите, так сказать, так у вас ничего не выйдет. У вас есть сознание своих возможностей. Как вы не занимаетесь, все равно ничего не получится. Ничего вы, никем вы не станете. Чем вы, о чем вы мечтаете? Бросьте эти мечты. Вы неправильно тратываете мои слова. Я так не говорю. Конечно, неправильно. Я это шарш, дружеский шарш. Я именно говорю, что, конечно, у них все получится, потому что они это делают, ну как, в заданных границах, которые для них доступны. А вы сами, вы сами меня к этому поощряете, потому что, ну кто с овцами считается? С ними никто не считается. Они считаются, должны быть бессловесными. Даже считаются, что они помалкивать должны. Не так? Если вы овца, и все, и молчите. Я обговорю, а вы молчите. А если вы не овца, конечно, тогда вы свободный человек. Скажете, вы что тут рассуждаете? Вы скоро умрете, я буду жить бесконечно еще после вас. И все. Но если вы овца, то вы себе оторвали язык. Ну, это у нас на обдумывание. Значит, семья еще в чем. Можно еще и другую проблему затронуть. Вот Энгельс пишет в другом месте, правда, в работе происхождения семьи, частной собственности и государства. Он вообще эту всю историю семьи и враг разбирать не считает? Очень интересно. Я недавно был в прошлом году у глазного врача. Читаю врач. Отчество у него Энгельсович. Думаю, о, интересно. Я пошел в наш университетский магазин. Купил там как раз азбука классика. Энгельса происходение семьи, частной собственности и государства. Энгельса такой бородой. И ему, врачу. Я говорю, а вы берете, папа-то у вас Энгельс был? Он говорит, да. Хорошо. Он говорит, а вы читали работу Энгельса по происхождению семьи, частной собственности и государства? Он говорит, нет. Я говорю, ну вот почитайте. А поскольку он меня долго лечил, то я через пару недель снова у него появился. Он говорит, ну, да. Он говорит, а вы не ожидал. Так интересно. Ну, конечно, когда он в медике, что они будут читать там Энгельса по происхождению семьи и частной собственности. Ну, он Энгельсович как бы, надо бы и знать. Так вот, Энгельс там разбирает сначала полигамная семья, потом как появилась моногамная семья. А потом он показывает, что в современном буржуазном обществе, если, говорит, осталась любовь или семья по любви, только у рабочих. Потому что буржуазия при своих деньгах всегда купит, какое надо. И вы пойдите по городу, посмотрите, весь город завешан всякими бумажками, которые написаны. Отдых, ВИП-отдых, Маша, Лера, Юля и так далее. А в чем дело? А во-первых, выброшенные люди с работы. У нас безработица. Это раз. Какая, может быть, хорошая семья, когда человеку нет денег ни на что. Это раз. Во-вторых, значит, тот же самый добропорядочный член семьи буржуа, он, так сказать, может обратиться к другому. И это вот сейчас так устроена семья у нас. Это же все же легально. Все это знают. Хорошо, если вы не смотрите на столбах, откройте вот «Осток пресс». Не хотите «Осток пресса», вот у меня с собой есть газета, называется «Метро». 400 тысяч экземпляров. В «Метро» есть объявление, а в объявлениях есть знакомство. Какие знакомства? Знакомство на час. Это характеристики современной семьи. Ну, как бы их тогда не должно быть этого, если семья по любви. Какая тут любовь? Любовь на час. Жена на час весьма написана. Пожалуйста. Я присутствовал. А? У Гегеля есть определение семьи? Вы же не определили, что мы считаем семьей. Да, я думал, вы знаете. Значит, я как-то ехал в поезде с одним товарищем. На заседание Российского комитета рабочих. Французов его фамилия. Николай Павлович. И вот мы с ним там обсуждали, как-то этот вопрос затронули. Что вот сейчас вот эти женщины выходят не по любви за богатых. Есть такое? Это не то же самое. Но тем не менее сам факт есть. Не по любви, а вот рассудим. Вот хорошо зарабатывают. Бизнесмен и так далее. И вот мы обсуждаем, а там молодая женщина, она вверх на второй полке с интересом слушает нашу беседу. Потом говорит, а я бы вот и вышла бы замуж за богатого. А ей этот мой товарищ рабочий говорит, да, конечно, только вот через четыре года он бы нашел еще более молодую, чем вы. А вы уже им были бы не нужны. И как-то она скисла там и тихонечко так и заснула. Потому что она знает, что так оно и есть. Вот все крепкие говорят. Потом начали придумывать, что сейчас? Не просто брак, а что? Договор. Брачный договор. Да? Вот, значит, мы когда, если будем с вами жениться, то вот это будет, вот это что, это ваше, да? Давайте так, вот это ваше. А что-нибудь будет мое, давайте так запишем. Потому что когда будем разводиться, то вы внесете вот это. А сейчас-то ведь как? Обычная семья какая? Все делится пополам. По крайней мере, то, что нажито, совместно. Совместно. Вот у нас, вот я, например, у меня вот в следующем году, в семнадцатом году, будет как раз пятидесятилетие, золотая свадьба. Вот что, что мы нажили, мы будем делить пополам. Но мы ничего особенного, конечно, не нажили. Если что. Ну, а, то есть, женщина знает, что она, по крайней мере, не окажется, то есть, не удерживает ее то, что вот ей там нужны деньги или богатство. То есть, этот брак остается браком по любви. Не тогда, когда выходишь замуж. Обычно сказка кончается. И вот они, и свадебка, и все на этом. А дальше что было? А дальше все. Уже меньше сказок, правильно? Что там дальше-то было? Главное, что вышла замуж. Счастливо. Туфельку нашли. У меня вот внучка играет в туфельку все время. Как-то она кидает, а потом мне приносит, я примеряю. Ну, это вообще. Так. Вот. И этот договор придумали. Там Абрамович разводится. Там у меня много миллиардов. Куда они миллиардов? Зачем мы столько миллиардов? Вы же ничего не знаете, что с ними делать. Давайте запишем, что вам там 4 квартиры, 2 парохода, а заводы мне. Вы не против? Если что. Вот вам и характерно. Но это как-то широко на сторону не пошло. Ну, просто потому, что у нас и олигархов-то не так много. А потом так подозрительно это дело. Начинает, если уже обсуждать, как мы будем делить, так что-то думает, стоит ли с этим человеком вообще контакты вести. Правильно? Неизвестно, чего. Сейчас уже начинает делиться. А вот так. Вот это. Вот если мы, говорит, разводимся, то очки мне. Потому что хорошие очки я их продам. Вам они зачем? Вы новые себе купите. И так далее. То есть актуально это дело. Вот в чем революционализировать? То есть освободить семью от всех этих материальных отношений. Ставить отношения в любви. А некоторые придумали такую глупость. Революционализирование семьи состоит в том, чтобы вообще уйти от брачных уз. И у нас эта самая Калантай тут разъезжала голая, значит, по-непскому. Пропагандировала новую семью. Имеет право. Ну, это благая, так сказать, идея освободить эти отношения мужчины и женщины от всяких, так сказать, посторонних, то есть вот связанных материальными соображениями. К Петровым выходить не будем, у них ковер не до дверей. Чего я буду на нем, на ней жениться, у него нет преданного. Да? Беспреданница. Это что такое? Светкова у меня ничего нет. Вы сколько денег там? Сколько за вас дают? Они не дают ничего. Все. Или что за него выходить? Ну, если черт с ним, что старый, главное, что у него денег много. Потом он скоро умрет, и тогда я найду себе молодого. Так? Тоже разумно. Что-то в этом есть, правда? Еще жизнь-то не кончена, и так далее. Вот это мы и наблюдаем. То есть это современные моменты нашей жизни. И вот реализирование, конечно, зависит от состояния общества. Если общество, в котором не на деньги все построено, не все продается и покупается, это одна семья. Вот, например, вот я хочу сказать, что мне, в отличие от вас, я прожил, в общем, повезло. То есть я и при капитализме жил, и при социализме, при коммунизме. Вот, скажем, мой отец, участник войны, дважды раненый, приехал в деревню. Хотя он уже работал под Москвой, в Люберцах, и уже не должен был. Ну, вернулся обратно после войны. Мать здесь, она училась на третьем курсе педагогического. Она приехала в комсомольскую организацию там, в селе создавала. Ну, поскольку она создавала комсомольскую организацию, то в это время отец там варил все дома, со мной там возился, по крайней мере, до года. В год тетка меня забрала и вывезла в Ленинград. Я с 46-го года здесь живу. А отец как раньше варил, и когда есть, он всегда сварит, что надо, еще сделает и уберет, или посуду помоет. То есть такого не было. Я никогда не видел, чтобы вот такое было разделение, что вот это вот, что вот я только это делать не буду, потому что я мужчина. Такого не было никогда. Собственно, и у меня это никогда не было. У меня даже такой был эпизод интересный. Я иду по Невскому, тогда вот такие были. Торговали услугами. Силомер ручной, сколько сожмешь. А я в это время как раз, у меня двое детей, я стирал эти голубыки, их выкручивал. Потом он мне дает, дайте я померю. Раз он смотрит, 70 килограмм, говорит, что это такое? Так подумаешь, силомер, я все время этим занимаюсь. То есть, вот, какие там могли быть обстоятельства? Мать была учительницей, отец был, работал на заводе. Сейчас бы сказали, на Адмиралтейском объединении, тогда не было объединения. Завод был там соответствующий, ну, который делал подводные лодки в литейном цеху. Ну, и, так сказать, жили, не богат. По крайней мере, икру мы ни разу не купили за все время существования. Никто даже, да и думает, об этом не было. А в пионерском лагере я вот ел бутеррот с икрой. Отсюда меха, где работал отец. Вот в Ирисове был пионерский лагерь, и там давали хороший, большой, большой территорий. Вот я захотел пойти заниматься лыжами. Пошел заниматься лыжами в спортивную школу. Захотел пойти в дом пионеров и школьников. Я даже музыкантом стал, не скажу каким. Я играю на музыкальном инструменте. Меня очень любили все, потому что я играл на Нагорне, в пионерском лагере. Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед. Очень всем нравилось. А вот спать-спать по палатам не очень нравилось. Ну, других произведений я не изучал, на других инструментах играть не умею, но все равно, если вот так ставить вопрос, музыкант, я музыкант. Причем, что там родителей, это вообще не касалось. Пошел этим заниматься, этим заниматься. Куда хочешь, ты всем иди занимайся. Все дети бродили по району, никто их не охранял. Какой смысл их охранять? Это сейчас, смысл, украдут вас, и потребует выкуп полмиллиона. За вас меньше, чем за полмиллиона не потребует. А за вас вообще потребует 1800, я думаю. Ну, вот это говорит о том, что вот мы разбираем такие интересные вопросы, глубокие, которые вот прошло много-много времени, а проблемы эти не решены. Не решены. И, кстати, некоторые думают, что при социализме они были решены. Вот Ленин, например, объяснял, что вот как раз эти не решены. Вот вопрос о неравенстве мужчины и женщины не решен. Вопрос о различиях между людьми умственными, людьми физического труда не решен. Между городом и деревней различия не решен. Вот сейчас, говорит, давайте промышленность туда, в зону туда. Куда в зону? Вы из зоны приедете в филармонию? Нет. А в Мариинский театр? Или в концертный зал Мариинского театра? Или во вторую, на вторую сцену? Приедете? Не приедете вы, потому что черт тебе где, черта на куличках не дает. И что, смотрите вот через iPad. Вот здесь купите себе iPhone на свою зарплату. Знаете, какая у нас средняя зарплата? Много iPhone на нее накупишь. У нас полтора миллиона человек получают зарплату на уровне мрот. Мрот, знаете, чем равен сейчас в России? Примерно. Шесть тысяч. Шесть тысяч. А прожиточный минимум? Около девяти. Около девяти. Прожиточный минимум ни в каких расчетах не употребляется. Он просто утверждается задним числом правительством за прошедший квартал. Вот девять тысяч. То есть вообще, наверное, определится так. Если у кого меньше девяти тысяч, те умирают. Те, у кого есть девять тысяч, те не умирают. Наверное, это вот. А как еще определить? Прожиточное минимум. И вот задается зарплата. Шесть. Полтора миллиона человек получают шесть тысяч. А прожиточный минимум девять. Это что значит? Что это значит? Ну, я человек, я так считаю, так и думаю, что если меньше прожиточного минимума, значит не проживет. Но он не сразу умрет. Он сначала пойдет к врачу. Потом ему дадут лекарства, пропишут на такую сумму, которую он не найдет. А потом он в связи с тем, что если он не вылечился, он и уйдет в мир иной. У нас ровно с девяностого года пошло вот такое резкое снижение рождаемости. Какая рождаемость, когда коляска стоит, как автомобиль. Раньше вот я сыну покупал ботинки, еще при социализме. Вот ему сорок лет с лишним. Значит, в два раза дешевле для детей ботинки, чем для взрослых. Ну, у него такая же нога была, как моя. Моя вот сколько стоит? У него в два раза. Все было дешевле. А сейчас наоборот. Что, вы для детей пожалеете? Их не пожалеете же. Поэтому можно с вас содрать три шкуры. Вот все дорогое. А дети-то они все время растут, все время меняют, меняют, меняют. И деньги тащат, тащат. Коляски немыслимые. Питание тоже все дорогое. Это ужас. Вот так. Так что эти проблемы у нас остались. Столовые подзакрывались. Или открываются, но вы гарантируете, что у вас ничего не заболит после этой столовой? Из чего там это делают? Если у нас вообще делают не в столовых все из пальмового масла, а что в столовых делают? Я вот по телевизору видел, как курочек в хлорке, так сказать, отбеливают, потом их промывают, запаковывают по изделенчику, свежую дату и продают. А Дмитрий Анатольевич скажет, не надо кошмарить бизнес. То есть не приходите проверять этих, не приходите. То сказать, не приходите, то раз и всех этих гадюшников снесли в Москве. Кричали, кричали, что мы проверять не будем. Потом решили, там и проверять ничего. Там один гадюшник. И взяли, все снесли. И вот одни стали удивлять. Как так? Святое право, частная собственность. Да святое право при капитализме, крупный капитал всегда душит. Мелкий капитал. Правильно? Вот зачем приводизировали квартиры? У вас квартира приводизированная? А если она приводизирована, кто должен делать капитальный лимон? Государство или вы? Мы не приводизированы. Вот и делаете. А у меня не приводизировано. Я же все-таки кандидат экономических наук, профессор по капитал экономики и права. Я говорю, нет, нет. Ко мне приходят, ну что, у вас приводизировано, а сейчас будем вам трубу делать. Я говорю, делайте. Так у вас приводизирована квартира? Нет. Ну тогда вам бесплатно. Грустным таким тоном. Это не мое. Я тут просто живу. И дети мои будут жить. Прописались, и будут жить, и все. У меня такой проблемы нет. А к вам придут, скажут с ножом. Так, подписывайте, что вы мне дарите квартиру. Не будете подписывать? Нет? Ну хорошо, вот у вас дети будут. Хотите, чтобы детки ваши живые были? Подпишите, пожалуйста. Подпишите. Или не подпишите. Как вообще-то у вас есть материнские чувства, хоть будущее? Нет? Подпишите же. Ну и подпишите. И подписывают. А потом их до ближайшего, раньше до ближайшего леса отвозили. Потом стали просто в область отправлять. И там они тихо-тихо, незаметно умирают. Так что проблем у нас тут очень много, вот этих семейных. И никак мы не можем сказать, что вот, дескать, ну там чего-то писали. Чего революционизировать? Есть чего революционизировать. Освободить от всех материальных вот этих коммерческих соображений семьи. Освободить. Это раз. Дескать, вот мы монетеринский капитал еще продлили на три года. А что, через три года не надо будет, что ли, поддерживать детей? Не, интересно. Вот у нас был в свое время налог на бездет, на себя называли. Ну, конечно, не так назывался. Он налог на поддержку семей. Ну, если у меня нет детей, так я, а у другого есть, так я должен как-то поддержать эту семью. Ну, когда у тебя будут, тебя поддержат. Это совершенно нормально. А тут, говорит, на три года. А что через три года произойдет? Что, у нас тут бурно будет рождаемость, да? Никакой бурной рождаемости нету. Вот еле-еле сейчас вот был этот все криз, рождаемость все ниже, смертность все выше. И вот сейчас теплится где-то в пределах тысячи. То ли больше, то ли меньше. Ну, во всяком случае, ни президент, ни премьер не могут так выйти в белом костюме и сказать, у нас в России современной рождаемость превышает смертность, и у нас прирост населения. А мы говорим, ну ничего, к нам приедут пастарбайтеры, из Казахстана, Узбекистана. Из Казахстана они особенно. Из Кыргызстана. Приедут, все будет хорошо. С Украины у нас полтора миллиона работы украинцев. И так далее. Ну, вот это говорит об актуальности тех проблем, которые мы рассматриваем. Ну, и говорит о том, что мы должны готовиться и дальше это рассматривать. Значит, что у нас в следующий раз? В следующий раз мы рассмотрим остальные тезисы. Они вот уже не такие выделяющиеся. Потому что, смотришь, там как бы одна и та же мысль все проводится. То есть, мы, я думаю, там будем двигаться, в смысле движения по тезисам быстрее. Ну, и я вас прошу читать, продолжать работу, потому что мы вот там будем, мы некоторые большие куски будем пропускать, если там не будет каких-то вот таких глубоких вещей, которые надо обсуждать. Это вот, скажем, произведение Тейса Фербахи, оно составило эпоху в развитии человеческой мысли, потому что оно сделало такой крутой поворот. То есть, с одной стороны, вроде ушли Маркс и Энгельс от идеализма, пришли к материализму, но они не остановились, потому что они не такими были материалистами, что, дескать, раз мы материалисты, а Гегель идеалист, то он, значит, такой-сякой, раз такой. Нет, они понимали, что умный идеалист, может быть, лучше глупого материалиста. И они взяли на вооружение диалектику Гегеля. И вот эта идея преобразующая, которая развивалась с Гегелем, и которая у него там в абсолютной идее присутствует, она полностью взята на вооружение Маркса и Энгельса, и потом применена и к истории. Вот это мы должны на материале этой книги немецкой идеологии проследить. Вот, а поскольку я вас не сдерживаю в чтении, вы можете вообще ее быстро дочитать до конца, подумать, а потом сидеть тут припеваясь и только отвечать на мои вопросы. И Ленина даже, я тут даже и не задавал бы, если бы вы вставали и говорили, а вот я вот такую мысль хочу изложить. Я тут сразу, поскольку тут не агронцы сидят, а студенты Санкт-Петербургского государственного университета, который безгранично развивается, постоянно выходя за свой предел, то вот я к этому вас и призываю это и делать. А то, что вы настолько стоите на своем, это очень правильно, потому что опереться можно только на то, что сопротивляется, потому что то, что не сопротивляется, начинаешь на него операционную и куда-то поехал и упал. По крайней мере, я чувствую, вы надежный такой человек. Сказала, что я овца, значит, это овца. Ну, я не волк, я вас не съем. Так, есть какие-то вопросы у нас? Нет? Ну, спасибо за внимание. Готовьтесь, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok